На сегодняшний день было зафиксировано 45 нарушений. Как я и говорил, моя задержка была связана с последней информацией, которая пришла из города Горлов. В результате обстрела в центральных районах города было сразу погибшим двое, ранено шесть, среди них двое детей, восьми-девятилет. Сегодня в Горловке днем на улице проспект Ленина ехал автомобиль, в котором мужчина 80-го года рождения был за рулем, осколочным ранением был убит на месте. В Донецке погиб один человек, двое ранены. Потери армии ДНР в составе 3 человек убиты, 12 человек ранены. Также хотелось бы отметить, что в Горловке во время попытки тушения пожаров под обстрел попали часть МЧС. И до конца не могли выполнить свою миссию, они переждали порядка получаса и после этого смогли только оттуда уехать. У меня пока все. Есть ли пострадавшие среди МЧС и подробности сегодняшнего попадания пострадового водителя автобуса? Среди МЧС пострадавших не было. По поводу сегодняшнего водителя автобуса маршрута номер 25, он находится в больнице, в состоянии его стабильно тяжелых. Больше никто не пострадал. Повезло, что автобуса никого нет. Еще вопрос. КПЗ Константин Лайфьюз. Могли бы прокомментировать ситуацию в Азерановке? Сегодня в интернете появилось видео с подписью от ополчения. Хотелось бы узнать, где партия находится сейчас это село? А вы как хотели бы? Сообщение, которое вы видели на сайте, одном из сайтов интернета, это правда. А что, в чем правда заключается? Правда заключается в том, что данный населенный пункт под контролем ополчения ДНР. А где это находится? Это недалеко от Горубки. Если посмотреть, это юга и запад. Вопрос, можно? Тоже в военное обозрение в интернете выложили информацию утром, что ВСУ полностью контролирует Пески и Авдеевку, что наши отступили в лесопосадку. Нет, это неправда. Что в Песках, давайте так, я это называю нейтральной зоной. Данный населенный пункт полностью не контролирует ни одной из сторон. Это есть правда. Часть населенного пункта контролирует подразделение ополчения, часть контролируется армией в Украине. По Авдеевке мы никогда не говорили, что мы полностью находимся в Авдеевке. Ни разу этого заявления не вышло. Поэтому заявляем с крайней стороной о том, что мы оттуда ушли, как могли уйти, если нас там не было. Да, на обостровке Авдеевке мы находимся. Первый канал, Март Куршанов, а когда можно будет с уверенностью сказать, что дорога до Горловки основная, безопасная и гражданские могут передвигаться по ней? Ну, те системы артиллерийские, которые есть на вооружении украинской армии, подразумевают дальность стрельбы, давайте так возьмем, вот 50 километров. Ну, это значит, где-то должно должно быть далеко за Горловкой. Когда можно сказать, что безопасность будет передвижение. В другом случае, безопасности никто не может украинской армии. Еще вопросы? Скажите, пожалуйста, за следующий день Мария-то не перешла под полную контроль ополчения? Нет, под полную не перешла. Где-то, ну, 40% контролируют с ополчением. Остальная часть территории, как я называю, на непонадлежатникам. Там идут любые остановления. А поедем? Да. Там идут любые остановления. 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 Продолжение следует...